Здравствуйте, меня зовут Денис Юмашев, я работаю детским врачом-стоматологом в клинике Dental Fantasy премиум класса для детей и взрослых. Наиболее частый вопрос, который задают мне родители, приходя на прием с маленькими детьми, спрашивают они, когда же наконец начинать чистить зубы? Ведь нам уже почти три года. Очень странно, потому что приучают мыть руки гораздо раньше и дети к этому привычны. Чистить зубы нужно точно так же с появлением первого зуба, но процесс этот достаточно трудоемкий и очень многие родители сталкиваются с проблемой, что невозможно добровольно почистить ребенку молочные зубы. Один хороший совет, попробуйте использовать детскую зубную щетку в качестве игрушки еще до того, как у ребенка появились зубы. Кроме того, необходимо каждый день до прорезывания зубов очищать полость рта влажной салфеткой марлевой либо влажным ватным диском. Для чего это делается? Для того, чтобы ребенок просто привык к тому, что это регулярная процедура и она неизбежна. Таким образом мы формируем рефлекс к тому, чтобы ребенок мог чистить зубы. В среднем в полтора года прорезаются жевательные зубы. У них более сложная конфигурация, более сложная анатомия. И вот в этот момент стоит подключить зубную щетку. Очень хороший совет чистить зубы в присутствии ребенка. Многие дети в определенном возрасте начинают нас копировать, и поэтому эта привычка очень легко прививается у малыша. Более старшим детям рекомендуется дочищать зубы. Международная ассоциация стоматологов детских рекомендует это делать до 10-11 лет. На самом деле это называется контролируемая чистка зубов, когда ребенок почистил зубы сам, а родитель потом взял щетку и дочистил. Необходимо вставать за спиной у ребенка после того, как он почистил зубы перед зеркалом, брать в руки щетку с его рукой и его рукой доводить чистку до совершенства. Как же все-таки происходит заражение кариесом детей? Известно, что более 90% населения Земли заражены кариесом. Кариес вызывает бактерии, которые живут у нас с вами во рту. Наиболее частый путь заражения маленького ребенка кариесом – это облизанная пустышка или общая ложка. Бактерии для того, чтобы им размножаться, нуждаются в еде, как и мы с вами. Едой для них является глюкоза или углеводы. В процессе своей жизнедеятельности бактерии вырабатывают кислоты, расщепляя глюкозу, сахар, углеводы. Эти кислоты-то и воздействуют на зубы. Сначала формируется кариес в стадии белого пятна. Обычно родители даже не замечают эти белые пятна. А впоследствии эти белые пятна разрушаются стремительно и появляются кариозные полости. Для того, чтобы предотвратить развитие кариеса, я рекомендую использовать зубную пасту Рокс серии Бэйби. В этой зубной пасте 10% ксилита. А ксилит, как известно, это сахарозаменитель, который используется во всех жевательных резинках. Сахарозаменитель, который бактерии не переваривают и не усваивают. В результате чего не происходит выработка кислоты основного разрушающего агента. Для того, чтобы ребенок минимально проглатывал зубную пасту, необходимо нанести на зубную щетку минимальное количество сгорошина. Для того, чтобы не было вспенивания в полости рта, эту горошину нужно в эту щетку втереть. Вспенивание произойдет между щетинками. И тогда ребенок проглотит минимальное количество зубной пасты. Следите за зубами вашего ребенка и будьте здоровы!